Истинным стартаперам вообще свойственно слабоумие и отвага. Он дарахнули сами. Это можно запикать. Тренировались на котиках. Да. Много мемов на эту тему есть, картинок. Ты бежишь по лесу, за тобой погоня. Тебе, чтобы бежать, нужно крутить колесико мышки. Руки не заломали, в отдел не отвезли. По диплому я, по факту, гробовщик. Он такой юморной чувак, да? Мэ, масштабироваться. Ноль рублей, ноль копеек. Тринадцать миллионов рублей. И адидас на схемах. Маркетологи хлопают стоя. Давайте прям воу-воу-воу, полетели, закипели. Фанис, мы где-то, наверное, виделись в последний раз месяц назад. Да. Когда президент республики открывал новый IT-парк «Спартак». И ты выступал со своим проектом. И я хочу тебя процитировать. Угу. Примерно ту фразу, которую ты говорил во время выступления перед президентом, мне очень интересно. Ты сказал так, Рустам Норгалеевич, меня зовут Фанис. Я тот простой деревенский парень, который 15 лет назад работал в колхозе весовщиком и думал, как будет строиться моя жизнь. И вот сегодня я выступаю перед вами и рассказываю про свой стартап, проект, который является одним из лидеров на российском рынке. И слушай, мне вот эта фраза очень сильно удивила. Расскажи, за каждым словом, мне кажется, кроется отдельно взятая история, начиная от того же слова «деревенский», «колхоз», «почему весовщиком» и «как ты вообще оказался в IT-бизнесе». Да. Я на самом деле сказал, что я завершал свой последний рабочий день. Да-да-да. Кстати, было важно, что это был последний рабочий день. И самое интересное, что это было как раз 30 августа, когда мы встречались с президентом, день открытия нового IT-парка. А 30 августа я завершал свой последний рабочий день как раз весовщиком. Да, действительно так. И мне нужно было уезжать уже учиться в школу. А где ты был этот какой район? 11 класс. Это Нурладский район, деревня Степное озеро. И весь прикол в том, что работа весовщика — это ты целый день сидишь в будке и ждешь, пока к тебе приедет какой-то грузовик, и ты должен его измерить. И у тебя очень много времени чем-нибудь заниматься. Ты читаешь книги, тогда нет таких телефонов, как сейчас. Ты не можешь сидеть, тратить время в Ютубе. Ты бредишь. А я президенту и сказал, я бредил о том, какое будущее меня ждет и какие люди там будут меня окружать. И действительно так совпало, что ровно 15 лет, и какие люди меня окружают. Такие, как Саша, такие, как вы. И эти люди мне помогли стать тем, кем я стал. Сколько тебе было в то время лет? Это был 10 класс. То есть это невыдуманная история, что это последний рабочий день, и ты думал о своем будущем. Невыдуманная, абсолютно, да, действительно, это 10 класс. Я не понимал, кем я стану. Я не шел в IT. То есть после школы я не пошел в IT. Я пошел в КГФИ, финансовый научный институт, и закончил как раз-таки финансовый институт. И так совпало, что в 2013 году, после уже того, как я закончил, я поехал на форум Силигер, на форум предпринимательства. Я уже тогда горел идеей, что мне не хочется работать. Я, во-первых, всю студенческую жизнь проработал в Татэнерго, работал в отделе закупок, и я понимал, что такое там корпорации, компании, они внутри. Я как бы вот эту школу прошел и сделал прям последний курс, я помню, сказал себе, что вот я не хочу такую жизнь, я не хочу работать в компании и строить карьеру именно в компании. и пошел на форум предпринимательства с Силигер, там ты предприниматель вроде так назывался, и познакомился с Сашей. На Силигере, получается. На Силигере, да, мы спали в соседних палатках. Тогда я, конечно, предпринимателем не стал. Я не стал там, как бы не начал бизнес. Я после того, как уволился с Татэнерго, разочаровался в том, что, ну, блин, этот путь такой сложный, я не могу, не готов. Пошел уже, устроился в IT-компанию, уже начал работать в барсгруппе. Но потом, когда как раз-таки уже вот этот первый мой порыв, когда я хочу стать предпринимателем, и первое, куда я попал, какие люди меня начали окружать, позволили мне уже постепенно уже начать заниматься теми проектами, которыми сейчас мы занимаемся. Александр, расскажи, заход на твою палатку. Говорит, меня зовут Фанис. Как это? Короче, будучи висовщиком, он все правильно взвесил. Как мы все поняли, он взвешивать умеет. А ты в то время чем занимался, будучи в Селегере? Как ты туда попал? Будучи в Селегере, я уже был айтишником. Я закончил 10 класс, 11, с полной уверенностью и осознанием того, где я себя вижу и что я хочу делать. Вот такая вот уникальная история о том, я закончил 11 класс, в смысле я хочу делать игры. Я много играл в игры, типа, если бы они стали айтишниками, я бы точно стал киберспортсменом, потому что 10 тысяч часов наиграно было. Это причина, почему у меня всегда были тройки, вот. Но не по профильным предметам, типа, математика, физика, там оно все. Точно, науки шли хорошо. Вот, собственно, я сказал, я хочу делать игры. Логичный вопрос, а где тебя учат делать игры в 2008-м? Такой, ну, наверняка, кто делает игры? Наверняка делают игры программисты. Пойду на программиста. Ну, благо, опять же, все сдал хорошо. И поступил на такую достаточно жесткую специальность. Программирование, вычислительные техники, автоматизированных систем. Как-то так звучало, ПС. А ВУЗ какой? ВУЗ ПГТУ. Это Ишкар-Алая, родом из Ишкар-Аллы. Казалось бы, да, Ишкар-Алла, программирование, но там на самом деле… 2008 год. 2008 год, да, какие-то, как будто рандомные понятия, откуда это взято. Но на деле там очень серьезная школа. Я вообще не знаю, есть ли где-нибудь такая школа даже в MBA. Ну, потому что у нас там преподаватель на первом курсе программирования, это человек, у которого компания в прошлом году заработала полтора ерда. Айспринг. Тоже айтишник. Айспринг Юра Усков. А потом Саша Галочкин, Тревеллайн. Эти ребята тебе не рассказывают, как кодить, типа, как стать программистом этой машиной, которая нажимает на кнопочки. Они не возращивали, мне кажется, немножко другую культуру, вот именно IT-предпринимателей. Они преподавали у тебя, получается? Да. И с ними уже имела возможность пересекаться в студенческие годы, получается? Да. Ну, явно преподавали не из-за денег, как бы. Они, видимо, такой, типа, хантинг талантов. Так он сейчас как раз стоит еще, строит, лишь королем, может, даже построил или достроил частный университет. Да, да. Который тоже по новым правилам. Я слежу активно. Это интересно. Ну, вот, собственно, я считаю, что у меня примерно в то время зародились правильные какие-то убеждения о том, что я все-таки программистом-то быть не хочу. Вот именно таким программистом, который все время сидит за компьютером. И как-то меня уже с первого же курса, можно сказать, с первых месяцев потянуло в предпринимательство. Мы стали делать всякие... Тогда это было модно. Надо понимать, это 2008-й. Не существует тильды и всяких там WordPress-ов. Может быть, они тогда были, но они были очень кривыми. Собственно, мы стали тогда делать сайты. Сейчас это мувитон, типа, есть тильда. А тогда это было модно. Тогда это делалось долго, дорого и сложно. То есть нужно было рисовать отдельно дизайн, отдельно все это верстать и так далее, и так далее, и так далее. Ну и вот, мы, собственно, объединились с самыми прикольными креативными ребятами с первого курса и начали делать... Тогда такое модное слово тоже не было. Аутсорсинг. Мы продавали эти сайты. Жили на этом недолго, потому что мы очень быстро поняли, что каждый заказчик по-своему... Я не изменю своего мнения. Много мемов на эту тему, есть картинок. Особенно, когда там технические задания пишут. Мы очень быстро поняли, типа, а что если вдруг, опять же, если все заказы кончатся, что мы будем делать завтра? Ну и плюс, как бы, с учетом того, что все заказчики, они вот такие, как-то нам захотелось с этого очень быстро уйти. То есть мы недолго посидели на вот этой вот трубе аутсорса и решили делать всякие свои штуки. Где-то в перерыве между этим у меня был личный антирекорд. Я устроился на один день работать в Сбербанк. Отработал там ровно 8 часов. И в конце рабочего дня сказал я все. Как можно за сутки, за 8 часов понять, что что-то не то здесь? А, ну я ни разу не присел. Хотя моя работа должна была быть сидеть. Тебе и стол не дали? А сейчас ты, мне кажется, мечтаешь постоять, да? Есть такое. Я тогда что-то с этим Сбербанком онлайн. Он тогда только-только раскатывался. Мне нужно было подключать его. Вот. Я что-то настолько сильно устал, как не уставал вообще даже, типа, с дедом на Синокосе в деревне. И там он длился, типа, дольше, чем 8 часов. Ну и вот мы очень быстро, как бы, так вот подумали, подумали, подумали. И надо уходить в стезю по разработке собственных продуктов. Собственно, это же еще и причина весь этот аутсорс-работа, почему я программистом все-таки не стал. Я не смог найти вот этот вот work-life balance. И мой, как бы, чаша весов склонилась в work. И, как бы, мне сказали, что я не закончу с таким отношением к учебе. Меня хотели отчислить за сколько? За 6 лет обучения. Раз 6, наверное, как раз, по разу за год. Вот. И это история про то, как бы, ну, опять же, я очень здоров. Мне нужно было учиться. Мама настаивала на дипломе. Поэтому, как бы, пришлось переводиться. Хорошо, диплом тут у тебя есть? Да. О высшем образовании? Абсолютно. Мама довольна? Абсолютно совершенно. Мама довольна? Да. Я, правда, не знаю, где он сейчас, но он где-то есть. Ребята, вас знают как основателей проекта Мувика. Что это такое? Расскажите. Он появился в 2015 году, на, прям вот, в августе. И это был тот момент, когда прошлый стартап у меня не получился, и мы потеряли 300 тысяч долларов. Он тогда доллар стоил по 30, по-моему, еще. А что за проект был? Это был проект по поиску мероприятий. Это были первые инвестиции, которые мы смогли найти. Тогда я работал еще в Ишкар-Оле, мы это разрабатывали там. Но, в общем, это история про то, что есть стартапы, которые не стреляют, хотя они очень классные. Мы вынесли из этого много уроков. Мы поняли все грабли, на которые мы понаступали, порефлексировали и сказали, что так, типа, больше делать не будем. Все говорят об успехах, и Мувик – это успешный. Давай три вещи, три грабли, которые ты наступил на первом стартапе. Просто ребятам будет интересно, что такого неправильного может спустя какое-то количество времени ты сделал, или бы сделал по-другому, или не делал бы вообще. Или какие-то три ошибки ты совершил, три урока извлек. Лучший враг хорошего. Мы увлекались очень сильно фичерингом и пытались выточить это приложение. Там трижды делали редизайн, меняли иконки. Все время пытались закодить его прям таким вот, чтобы богам им было удобно пользоваться. При этом очень сильно забывая про продажи. У тебя как бы есть определенный burn rate, который тебе рано или поздно подойдет к нулю. И вот ты имеешь с одной стороны офигенный продукт, который выточен просто, не знаю, какая-нибудь статуя. А с другой стороны продаж-то особо нет. А команда надо чем-то кормить. В общем, лучше враг хорошего. Продажи first. Потому что приложение было именно таким. Это какой-то B2C-шный рынок, да? Ну, там и B2B, и B2C. Третий, наверное, урок это такой, что, ну, типа вообще не ждать, никого не слушать и запускать продукт как можно раньше, даже если он максимально сырой. Мы очень сильно тогда увлекались разработкой. Ну вот, этот проект не удался. Нужно было что-то делать, что-то делать дальше. В найм опять же входить не хотелось. То есть, не удался в каком плане? То есть, выточили, условно говоря, делали его лучшим из лучших, получили инвестиции, инвестиции закончились, новый раунд инвестиций не привлекли, продаж нет, ну, собственно, команда кормить нечем, да, и все как бы. Да, но здесь вообще на самом деле, ну, я считаю, большая наша победа, что тогда мы решили полноценно отказаться от этого проекта. А ты тоже там был? Да. Еще в то время, да, мы какие-то другие были проекты. Как раз-таки мы в Селигере познакомились, и Саша когда, а Саш, Фаник, ты чем занимаешься? Мы тогда уже делали этот продукт, находясь в Вишкороле, и мы такие, так, ну, ешка, рынок маленький, город маленький, безидейный, как бы там никто не знает, что такое интернет. Нам надо, типа, мэ, масштабироваться. Рядом Казань, надо как бы в Казань. Как попасть в Казань? Ну, надо написать знакомому чуваку в Казани и сказать, а не хочешь ли толкать классный проект? Такой, ну, какой алгоритм действий тогда? Тогда это ВК, открываешь ВК такой, смотришь, так, ага, друзья, в Казань, с своим штеком, Фанис, Фанис, вроде прикольный парень, жили в соседних палатках, ничего так. Фанис, не хочешь ли заниматься классным проектом? А будучи с Лигери, вы на эту тему не общались? Нет. Тогда еще не было этого проекта. Да, ну, не хочешь ли, а Фанис такой, хочу, ну, вот. Самое время. И вот, и вот я здесь. Ну, тогда мы, кстати, хайпанули, мы зашли в бизнес-инкубатор, у нас было показания, там, 30 тысяч пользователей, нами активно пользовались, блогеры снимали какие-то обзоры, ну, прям их масштабно работали. Но мы не нашли эту монетизацию. Пришел какой-то момент, когда вот, ну, это было очень сложно, вот, просто взять и сказать, что все, мы переставим этим заниматься. Вот, ну, и надо было делать что-то новое. Ну, и вот как-то очень быстро стрельнула эта идея, опять же, геймдев. Саша, если перебежь, что значит делать новое? Вот процесс в игре не происходит, делали-делали, деньги кончились, не смогли мышцабироваться. Деньги не кончились. Поняли, что, блин, не летит. И как вот так легко переключиться, давай что-то новое делать? Вот это разочарование, там, депрессия, наверное, какая-нибудь. Ну, смотри, что что-то, блин, самооценка там падает, наверное, или этого ничего такого не было? Я бы не сказал, я бы не сказал, потому что я человек, который кайфует больше от процесса, и, как бы, на результат у меня нет каких-то суперзавышенных ожиданий. Мне, если я кайфую от процесса, значит, все должно получиться, вот, как бы. Ну, если нет, ну, окей, как бы, делаем дальше. А почему делаем дальше? Потому что, ну, видимо, я не делать не умею. А найм — это очень скучная история. И потом там у нас еще нужно, наверное, упомянуть, видение начали расходиться. Во-первых, ну, есть инвестор, который там по-своему видит свой продукт. Мы там по-своему видим. И тогда вот весь симбиоз, наверное, причин подсказал, что есть, наверное, смысл отказаться и уйти нам. Мы же ушли оттуда, из этого проекта. Мы ушли и начали новый проект. Ребята еще где-то, наверное, года полтора-два, может, даже развивали проект. А, вот так все было, да? Понятно. И как появилась идея второго проекта? На тот момент, на тот момент мы уже были неплохие айтишники. На тот момент мы уже выпустили… Мы еще игры делали до этого. Мы сделали семь игр, простые всякие там инди-головоломки. Две из них даже попали в топ-апстора. Но в 2014 году это было сделать можно, не вливая миллионы денег в маркетинг. То есть это не слишком, как бы, такая серьезная ачивка. Но это было прикольно. Мы были в топе апстора. Ну и, собственно, всегда хотелось сделать игры дальше. Но делать большие, крутые, трипл-эйные проекты – это очень дорого. И мы такие, а почему бы не попробовать взять из игр геймификации, а вот всю эту подложку там с 3D, с анимациями, вот со всей этой историей, почему бы не заменить ее видеорядом? И просто поверх видеоряда прокинуть геймификации, сделать нелинейный сюжет в зависимости от их действий, чтобы он там так или иначе расходился, нелинейность, все дела. И как бы вот, по сути, поженить вот эти вот два жанра – кино и игра. И вот так вот появилось интерактивное видео, появилась интерактивная платформа. Идею вот очень здорово подхватили. На тот момент кейсов особо сильно не было. Ну и надо, как бы, понимать, что мы находились в тот момент, в то время, когда это стоило бы попробовать. Потому что интернет развивался уже достаточно круто. Можно было спокойно нажимать на Play в YouTube, и тебе прогружалось в Full HD без предзагрузки. И мы не тратим время на то, чтобы создать там суперкрутые 3D-модельки. Это очень долго, дорого и все такое. Вот. Так вот эта идея пришла. Мы сделали первую демку. Сделали ее обалденно. Полетели продавать ее в Adidas. И Adidas нас кинул. Да. Мы, кстати, даже кронфайдинг там был. Мы собрали деньги там со всех своих знакомых, друзей. Сами вложились. То есть мы прям подошли. Очень круто. Сделали MVP-версию, чтобы продать идею для Adidas. И когда мы поехали, это опять-таки нужно понимать. 2015 год. Мы абсолютно сырые, никому неизвестные два парня из Казани. Приезжают в Adidas. Доходят, да. С Вадимом Янгировым. Вадим, привет. Если ты нас видишь, он здесь был. Мы знали, что Вадим, он дружит с Adidas. Поскольку Вадим это марафоны, это все дела. Это вот Казанская Этишна, там притерманская тусовка. Мы рассказали, показали. Он сказал, здорово, давайте залетим. Типа у меня контакты Adidas. Типа главные есть. Типа там самый главный топовый Adidas. То есть нам самим было бы достаточно сложно туда залететь. А как бы с Вадимом нет. Вадим такой супер, погнали туда. Ну и прошли, кстати. Мы же там этапы прошли. Там очень много этапов именно маркетинга. И вот первое ощущение, когда, можно сказать, стоя хлопают маркетологи Adidas и говорят, ребят, это то, что мы искали, это самое крутое. Как это работает? Как это работает? Видео в вебе, которое крутится у тебя с компьютера. Они такие типа, вау. А там еще очень классный был сюжет. То есть он чисто с точки зрения игры был очень забавный. Хорошо, то есть контент, на самом деле, да игра. Или контент это все-таки кино. Сложно сказать, это 50 на 50, 60 на 40. Мы сегодня, наверное, не знаем. А давай скажем сюжет. Для Adidas какой был сюжет? Что там в основном лежит? Ты просыпаешься, выходишь на пробежку, одеваешь какие-то мутные кроссовки. Только выходишь, это все происходит за 5 секунд. То есть ты проснулся, одел кроссовки, выбежал, вдруг тормозит автомобиль, тебя какие-то люди в масках с автоматами бьют шокером, закидывают тебя. А, слушай, я что-то вспоминаю. Они закидывают тебя в минивэн, снимают с тебя мешок, и ты оказываешься в Марийских лесах на берегу карьера. И у тебя начинает, у тебя горит кнопочка типа пресс, я не помню что, пресс пробел типа to start. И типа нажимаешь пробел, и вот пробел, это значит, ты бьешь главного, ну назовем его антагониста с пистолетом. Главного нафиозника. Да, он как бы отлетает немножко назад, и ты в это время так вот сваливаешься в карьер, и кубарем катишься метров 30 вниз, все это с гоупрошкой, которая где-то во рту. Ты сам режиссер, ты сам программист, ты режиссер, ты сценарист, ты актер, как бы каскадер. Ты еще объясняешься полицейским, которые приехали тебя арестовывать, потому что ты снимаешь у правительственного здания в 4 утра с автоматами и с минивеном, как там похищать человека. Еще пара цена такая, птичка, птичка в клетке. В общем, истории у нас таких очень много. То есть когда вы снимали сюжет, приехали полицейцы, типа, ребята, а что тут делаете? Да, здесь президент идет на работу пешком, он вот сейчас приземнится, чтобы здесь сделать вот такие. А они не спрашивали, что вы здесь делаете? Это касатки на улице. А вы специально там место выбор? Ну там красиво. Я только приехал Казань же тогда, мне очень понравилось, вообще супер. Это был неловкий момент, когда ты понимаешь, что у тебя страйкбольное оружие, а у них настоящее. А ничего, руки не заломали, в отдел не отвезли? Не, благо они это спрашивали сначала. Ну где-то час мы на это потратили, конечно. Выглядели мы недружелюбно, но общались политкорректно, скажем так. Ну и, собственно, ты бежишь по лесу, за тобой погоня, тебе, чтобы бежать, нужно крутить колесико мышки, схватать всякие предметы, откидываться, отбрасываться, драться, бежать, драться, бежать. Возле колючика, то есть ты в крольнику увеличишь, вот быстрее бежишь, что ли? Ну практически. Здесь механика была как раз. Короче, тебя вскидывают в ближайший чекпоинт, тебе конец, тебя убивают. Какой смысл, казалось бы, в этом? Причем здесь Adidas? Фишка в том, что тебе по факту в сценарии было так заложено, что убежать тебе не дают, не дают тебе убежать кроссовки, потому что они стрёмные. Это не специальные кроссовки для бега по пересечённой местности. А если ты хочешь бегать по пересечённой местности, вот есть такая сразу ссылочка Adidas Terex Swift, и у тебя была возможность переобуться в эти нормальные кроссы и переиграть этот же сценарий, но с нормальными кроссовками, и только там у тебя был позитивный исход, и ты мог убежать. И чем дальше ты убегаешь, тем больше скидку на покупку этих кроссовок ты получаешь. Вот такая ещё. За виртуальное достижение ты получаешь реальную ачивку. То есть дальше убежал, больше скидку получил, пошёл в магазин, купил себе физический товар. А какая продолжительность контента вот именно этого ролика была? 5-6 минут. Чуть больше. Достаточно быстро, динамищик всё это происходит, да? Да. Сколько веток примерно было разделений? Сколько вариантов сценария было? Раз, два, три. Ну, тоже где-то, наверное, тупиковых веток, параллельных штук, 7-8. За 30-40 минут человек мог проиграть все варианты сценариев. Да. И посмотреть, так попробовал, так попробовал, так попробовал, так попробовал. И это всё на платформе мувика происходило. Тогда это происходило на вебе. Вебе на каком-то, да, в основном сайте. Либо где-то локально с компьютера игралось. Ну и вот, мы водяда приехали. Маркетологи хлопают стою. Маркетологи такие, вау. Они спрашивают, сколько... Проект назывался Run to Life. Run to Life, да. Да, это нужно. Сколько это стоит? А мы такие, как бы, ну... А у нас есть разные вилки. Типа, мы можем снять вот так, мы можем снять вот так, а можем снять вот так. А сами вообще ничего не понимаем, как это делается. В общем, там самый дорогой ценник был что-то 30 миллионов рублей, по-моему. Тогда ещё такую сумму ты говорил примерно так. 30 миллионов рублей. Очень тихо, таинственно так. Вот. Они сказали, о, окей, супер, здорово. Мы раскатаем на весь мир. Короче, переводить всё. Сейчас мы вам делаем кол с немцами. Всё, давайте прям. Воу-воу-воу. Полетели, закипели. Я этот город даже не выговорю. Ты помнишь этот город? На хэ начинается. Да, на хэ начинается. У них там штаб-квартира была, и ты с ними переписывался на немецком. Это тоже довольно интересный опыт. Не скажу, как он называется, да. Но точно на хэ. Но прикол в том, что мы тогда вообще, вот ребята, которые ничего не знают, они нам, а расскажите это, расскажите это. И мы всё-таки расскажем. А отправьте нам вот этот кусок кода. А демочку выложите, пожалуйста, пожалуйста. И мы вообще просто всё предоставили, и вообще даже не думаем, там ждём. Ну, общение же идёт, где-то уже полгода идёт, и всё. А потом они такие раз, и... И тишина. Есть такое слово, типа заморозились. И зима настала у нас, и они заморозились. Немцам зиму как-то плохо. И мы как такового отказа не получили. И я помню этот день, 2017-й что ли уже год, мы с Сашей возвращаемся с Екатеринбурга, нам отказали в визах в США, потому что мы уже плане... Мы уже там, проект уже дальше пошёл, мы продвинулись много, но возвращались в поезд. Я помню этот поезд, прям как он из Душамбе, там вообще просто воняет, пахнет, настроения нет, нам отказали. Консервированные люди, которые в этом поезде, консервировались до тебя ещё недельку, и от запаха пода разъедает глаза. И я открываю визиру, и там Adidas выпустил Scroll to Life. Вот именно Scroll to Life. То есть не просто вы это, а они взяли и шандарахнули сами. Да, и Вадим вроде-то даже нам отправил. Но это был классный опыт, классный опыт именно. Вот каждый наш шаг, который там мы делали, мы, наверное, делали выводы. И на самом деле, кстати, команда немножко подрастроилась, типа, вот нас скопировали, сделали очень похожую механику. Но когда ты приходишь и говоришь, типа, ребят, на самом деле это здорово. Если твоё решение копирует Adidas, то, ну, наверное, вы просто, ну, мы идём правильным вектором. И как минимум мы их обгоняем на несколько лет. Это здорово. Что дальше было после Adidas? Как вообще развитие проекта происходило? Потом мы обошли за эти два года, получается, всех, кого в Казани просто можно было обойти. Вот просто всех. Мы общались там со всякими инвесторами из Лаоса, которые особо экономические зоны держат. Мы общались с бандитами, мы общались там со всякими КАМАЗами. Вот у кого просто там возможно побыть, мы у всех побыли. И вот в этот период как раз мы для Иннополиса сделали суперклассный проект, который позволил там маркетинговую компанию запустить с целью привлечения битурентов новых. Ну, это классическая история. Типа мы параллельно рейзим, но параллельно нужно на что-то жить. И как бы ты идёшь на работу, дабы там поддерживать свою жизнеспособность. А у меня ещё работа такая была классная. Я ездил там по всей России и привлекал классные, крутые компании. Там, например, RedMotRobot я привлёк в Иннополис. И я напрямую выходил с ними, общался, и параллельно тоже у меня была возможность относительно своего проекта общаться. И вот в этот промежуток времени мы познакомились с нашим… Мы сделали классный коммерческий кейс для Иннополиса. То есть это было уже интерактивное видео не то, за которое забашлял ты сам, свои деньги снял, показываешь кому-то эти презентации. А это был уже проект, когда тебе за него заплатили. Вынес ты с него денег ровно ноль, потому что ты заплатил в команде, актёрам, за пост, за музыку, за спецэффекты. Ещё и свои деньги за еду работали, да? Ещё и за свои деньги там потратил. Даже, ну, это больше инвестиций, наверное. Ну, как бы ты сработал по факту в ноль, но ты получил классный коммерческий кейс, потому что эту штуку затиражировали. То есть очень круто запушили на рынок. Мы не испытали хабра эффекта, когда это запустили на хабр, и нас не положили. То есть мы сделали это всё классно. Я много дней не спал перед релизом. Приезжала Россия, снимала мои глаза с мешками вот такими вот, которые прям вот под глазами закинутые на плечи. В общем, классный кейс. Это то, что нам не хватало. И охват был крутой. Аудитория воспринимала тепло. Сказали, вау, суперздорово, круто. Мы такие, ну, всё. На фоне классного кейса сейчас-то мы точно нарейзим. Вот прям вот, ну, стопудово. И кто поверил, кто проинвестировал, кто был первый? А мы потом решили уже начать просто продавать. Мы, во-первых, не просто привлекали инвестиции, мы продавали такой подобный кейс. Давайте там мы уже начали продавать. А давай там Камазу продадим. Там Adidas, ой, Иннополису смогли продать? Давай Камазу, давай другим. И вот так как-то мы дошли до компании Фикс. И нам удалось прям в первый же день, в первую же встречу, я там написал в Телеграме. Просто на сайте нашёл контакт, написал помощнице, написал в Телеграме этой помощнице. Она мне ответила и говорит, через час приезжай. Пишу, Саша, через час у нас встреча с потенциальным клиентом. С Димой Еремьевым, да? Да, мы едем. Дима, привет. Да, приветствуем, Дима. Едем и сидим такие, какие мы крутые. Мы рассказываем, какие мы классные, какие мы прям делаем суперкрутые. Как мы продали проект на полису, какой там охват. Понятия не имеем, кто такой, каких масштабов человек Дима. И да, я, конечно, к тому моменту реально Димой интересовался, читал его статьи. Это вот просто ограничивалось вот этим. Но масштаб Димы я не осознавал. Дима 80% времени в телефоне, 20% времени нас там слушает или может даже мимо ушей. Так, ребят, я понял, нужно подумать. Все, мы ушли, на следующий день пишут. Приходите опять. Мы приходим опять, рассказываем, суперкруто. И Дима тогда нам такую, знаете, ключевую, наверное, фразу сказал. Он сказал, что, ребят, но вам нужно делать технологию. Именно технологию, чтобы распространять вот все, что вы делаете. Чтобы мы могли на вашей технологии делать другие команды, другие маркетологи, другие студии. Для конструкторов, лоу-код, позволяющие пилить достаточно большое количество контента. Собственно, он тогда и спросил, сколько проектов вы можете делать в месяц? Я говорю, ну, наверное, один. В идеале, типа, один в два месяца. Потому что это съемки, это... Видео, хорошее видео, делается долго. Ну, это по факту, правда, это делается долго и сложно. Код, отладка, тестирование, все это делается долго. Плюс дизайн какой-то там, плюс какие-нибудь кастомные анимации. В общем, два месяца. Он такой, ну, блин, это больше похоже на хобби. Прикольное хобби, но не бизнес. Да, на мерз себе заработаете, как бы, но вот это, наверное, будет все. И, собственно, вот он в тот день нам сменил позиционирование с... Он не сменил, он, кстати, сказал, ребят, подумайте. Ну да, то есть, вот мы на тот момент... Вы его хорошо услышали. Да. На тот момент мы позиционировали себя, как некое, какое супер-мега-уникальное, креативное агентство, состоящее из четырех человек. По производству видеоконтента. Интерактивного видеоконтента. Мы единственное, на тот момент, могли сделать какую-то такую прикольную штуку. Четыре просто. Видеопродакшн нового уровня. Да. То есть, не IT, а именно видеопродакшн, по сути. Вот, и мы нагенерили с ним идей, типа, как это можно сделать, упаковать. Тем более, на тот момент мы уже... Вот этот вот проект коммерческий, он был у нас четвертый по счету. То есть, предыдущий мы все делали, как бы, ну, просто за свои деньги. Вы к нему шли не как инвестор, а как просто заказчику, да, для компании? По факту, да. И за советом. Мы уже, наверное, где-то во второй встрече поняли, что за человек Дима. И уже начали, ну, просто нам было больше пользы. Как раз-таки от его мнения, как куда идти. Вот. Вот мы, собственно, очень быстро поняли, что действительно то, что мы делаем, у нас уже есть какое-то даже, наверное, ядро. Потому что последний проект мы практически не пересобирали кода. Мы просто завязали старые модули какие-то, расчехлили, как говорится, вставили в новый продукт. Просто поменяв порядок, изменив там какие-то геймификации, там пробел заменили на клавишу M. И это получилось, вот. И мы такие поняли, блин, действительно, это можно упаковать в некое такое вот ядро, завернуть это все в какой-нибудь приятный UX. И это будет, ну, некий такой, можно назвать, движочек, который позволяет тебе, не зная программирования, собирать вот такие штуки. Мы такие с Димой сидим, сидим, и вот на это накидываем, он такой, ну, да, здорово, сколько денег-то надо? А ты к этому вопросу не готов, абсолютно не готов, как бы. Ты шел по факту продукт продать, а тут тебя спрашивают, сколько денег надо? Ты примерно такой в голове. Сразу ли? А Дима такой, ну, ладно, типа, вот, сходите в бухгалтерию. И, типа, ты такой берешь и спускаешься с пакетом денег. Хорошо. И что делать дальше? Хорошо, пакет денег, понятно, условия, структура сделки. В этом смысле Дима, ну, он очень крут, и он верит именно в людей. Хорошо, ну, хотя бы на салфетке, скажи, типа. Даже не на салфетке. Половина компании твоя. Как это происходит? Просто делайте, типа, решим. А, просто сделайте, сделайте, типа, да, и не обосритесь, грубо говоря, и все будет нормально. Но эта история одновременно очень здорово драйвит. Вот, естественно, как бы потом ты начинаешь понимать, что ты ошибся с оценкой очень сильно. Не на, там, не чуть-чуть, там, не в два раза, а на порядок. Потому что, ну, оценить вот этот, на тот момент, когда у тебя четыре человека, и что тебе нужно вот в то, что ты сделал, завел в платформу этого, ну, это была оценка ровно, как говорится, пальцем в небо. Ну, мы стали делать. Ну, сколько этих денег, на какой период хватило? На год, на полгода? Мы тогда, знаете, какое решение приняли? Мы решили вообще продемонстрировать возможности, там, потенциальной платформы, которую можно разработать. И мы начали снимать тогда проект уже большой. Проект назывался Uncovered. Мы решили прям полноценно снять интерактивный боевик, который посмотрят все. Это задание полностью секретное. Ваша задача — внедрение и работа под прикрытием. Стоять, я сказал! Я убью ее! Без такой херни выбирались с этим, а что сейчас справимся? Показательный тайк. Показательный, да. Смотрите, как можно. Как можно. И нам нужен был кейс, там, не а-ля Иннополис, где, там, посмотрели 10 тысяч человек, а нужен был кейс, где, ну, который распространится и покажет, и расскажет про нас на всю Россию. Где есть абсолютно все методы взаимодействия с контентом. Вот. То есть там можно было управлять контентом даже с гироскопом. То есть с телефончиком вот так вот типа делаешь, и ты так или иначе, по факту ты там нес бы и головку в руках. Вот опять слабо... Ты гироскопишь вот так. Если ты завалил его, то он типа бомбу уроняет, и типа гамовер. Все. Опять вот слабоумие и отвага, мы решили, а что фильм снять? Это вообще ничего не стоит. Мы снимем. Весовщик. Да. Гробовщик. Да. Снять интерактивное кино. Вообще у нас тут все есть. 100 человек, команда, вперед, полетели, дороги перекроем, машины возьмем, сейчас пули, поехали, купим калаш, купим патронов, давайте устроим веселуху, делаем взрывы, оттуда будет человек гореть, а здесь давайте, там, не знаю, звезду смерти, она будет стрелять вот так вот. И самое удивительное, мы сделали, мы сделали вообще замечательный продукт, классный продукт. Я сейчас вспоминаю и не могу осознать, как нам удалось собрать там команду 100-120 человек и организовать такие масштабные съемки и вот все это дело сделать. По факту это был интерактивный боевик. Вот кто играл в колду, типа Call of Duty, Battlefield, вот эта история, это фильм, в котором можно умереть, в котором можно стрелять, в котором можно, типа, вот, выбегая от террориста, на него тыкаешь пальчиком, и мы такой, в него стреляем, а если нет, как бы он в тебя стреляет. Этот фильм, в котором ты такой смотришь фильм, а вроде играешь, бах, ты умер. Ладно, пойдем на чекпоинт, вернемся назад, снова, снова и снова. И там были очень классные механики. Тут ключевое, что мы из этого, наверное, вынесли, это мы перешли на следующий этап развития. Мы тогда, уже после этого проекта, привлекли наши первые инвестиции от Сергея Солонина, уже вторые инвестиции, получается, от Киви банка, и начали полноценно разрабатывать как раз-таки платформу для создания интерактивных видеороликов. Можно, наверное, скажу про одну гамификацию? Давай. Саша просто фанат наших методов взаимодействия. Да, мы просто, это конгениальная была штука. В один момент тебе нужно было угнать машину по сюжету. Ты угоняешь машину. Ты еще не знаешь, что там, по сюжету там был... Непонятно почему, мы любим GTA, вот эту сцену, когда машину тормозишь, водителя выкидываешь, типа садишься в машину и уезжаешь, такая пасхалка GTA. Да, вот. Собственно, мы поймали красную Теслу, выкинули водителя, сели в нее и поехали. Мы там по сюжету торопимся, и нас сбоку так подъезжает полиция, ДПС, нас типа с маячками. Договорились с полицией, они нам предоставили автомобиль. Это по сюжету. Да, да. Типа красный автомобиль, там прижмитесь вправо, в общем, автомобили прижались, выходит инспектор, представляется, выговорит, нарушили, вот. Вот, предъявите документы. Понятное дело, что у водителя ни документов, ничего нет, он еще как бы такой пытается понять, типа, что как, и у тебя есть две кнопки в этот момент, типа, что делать. Первая – это сагриться на него, вторая кнопка была извиниться. В общем, у тебя были две линии поведения, как бы быть агрессивным и как бы пытаться сгладить эту вину. Если ты сглаживаешь эту вину, то все окей. Он говорит, ну ладно, типа, в следующий раз не нарушайте. Вот, в общем, все хорошо. Вижу, что вы не пьяный. Но если ты начинаешь на него агриться, то он выписывает тебе штраф. И это была очень интересная штука, что поскольку ты играешь через приложение, ты в нем авторизован, мы знаем немножечко о тебе, мы знаем твою почту, которая привязана. В этот момент, когда тебе выписали в игре штраф, тебе приходит, ну типа, псевдореальный штраф на твою почту. Со временем, когда ты играешь, с текущим, типа, время фиксации, камера номера. Ну, то есть, просто берешь обычный штраф. Полную имитацию. Полностью имитирующий. Фотография, черно-белое направление. Даже квитанция такая же, как тогда была. Ну, там единственным был текст другой, типа, элементы интерактивного фильма «Анкавер». Типа, это была донатная форма, типа, если тебе нравится такая фигня, донать. Такой вау-фейф, прям, чтобы совсем в дофаминовую систему. И люди даже платили. Даже люди платили. Это классная штука была, в общем. Мы пробиваем вот эту вот четвертую стену, когда ты не просто смотришь кино и играешь, а когда оно тебе что-то из вот этого виртуального мира залетает тебе в реальный, и ты еще взаимодействуешь с этим здесь. Что сегодня музыка сегодня из себя представляет? Сама платформа, пользователи, контент, что происходит? Это, в целом, если говорить, что такое мувика, это технологии для сферы интерактивного видео. Это создание, монетизация, экспорт и распространение. Ну, кто ваши клиенты? То есть, кто сегодня? Есть разные сферы. Есть разные сферы. Попробуй их разобрать немножко, да, какие-то основные группы. На сегодня, наверное, самое популярное – это образование. Интерактивное образование, тем более в детском образовании, это то, что позволяет сразу у потребителя контента закрепить какой-то практический опыт. Вот, допустим, там, представим урок по химии, когда у ученика есть возможность реально перемешать, реально увидеть на видео, не мультик. Кислоту в воду влить или воду в кислоту, да? Да, да, да. Очень важно там. И ты сам это делаешь. Это пробирки, и ты можешь взять разные и перемешать разные. И там одна засвистит, другая взорвется, третья зашипит, и с четвертой пена в потолок. Это же, вот это же веселье, это фан. Вот это вот тот самый идутейнмент, это развлечение плюс образование. Образование плюс развлечение. Кто как, кому что важнее. Ребенок видит напрямую, и он действительно там мешает то, что он в реальной жизни там не перемешал бы. Он хочет это делать. И опыт какой-то практически у них сразу откладывается. Возможно, ситуация, и позволяет ли, чтобы, допустим, сам учитель химии с помощью своего смартфона произвел такой ролик. Да. То есть достаточно все так нативно, просто, понятно, снял, загрузил, нарезал, как-то склеил. Да. Какие-то там ветки. Вот как раз и посвисал, да? Удобный редактор, удобный такой воркспейс. Накидал он графический, очень похож на любое дерево, граф, типа накидал, связал. Задает вопрос там. Почему я понимаю, что я как родитель тоже могу сесть, придумать контент для своего ребенка, для того, чтобы он просто интерактивно научился, может, правильно переходить дорогу. Да. Сам факт, что, ну, любой обычный пользователь может контент, по сути, создавать под своей, как бы, видение того, чем он хочет кого-то научить, да? Да. Да. И вот нам задают вопрос, ну, интерактивное видео там многие производят, много кто делает интерактивное видео, типа, там, Netflix делает и другие компании. Но вот существенно, чем мы отличаемся, так это тем, что у нас код открытый, и мы позволяем это другим создавать. То есть наши решения позволяют любому, там, вы заходите, создаете и экспортируете куда угодно. Не потребляете, как угодно. А могу я как пользователь зайти и смотреть другой чужой контент, который тот для меня придумал? Да. Да. То есть это можно назвать такой, таким сложным словом, у нас экосистема продуктов для интерактивного видео. То есть есть продукт, которым ты можешь создавать, без привязки к какому-то конкретному типу. Это может быть реклама, это может быть сериал, это может быть кино, это может быть образовательный ролик. Без разницы. Есть инструмент, который позволяет создать. Есть инструмент, который позволяет экспортнуть и встроить куда угодно. Там, не на YouTube, но, типа, вот, куда-нибудь там в свои сайты. В чем не на YouTube? Ну, потому что нужно, чтобы YouTube, условно. А YouTube не дает такую возможность. То есть у него таких сервисов нет, да? Нет. У них есть. А куда можно залить на какую-то открытую видеоплатформу? Видеоплатформа интегрирует наш SDK и все, за буквально полчаса. И здесь, какие можно назвать, какие знаете, куда можно. Ну, смотрите, это всегда индивидуальный случай. По факту любая. Вот берем любой онлайн кинотеатр, они интегрируют нашу SDK-шку, и интерактивное видео у них готово за полчаса. А соцсети, например? Соцсети. Мы как раз сейчас видим на... Допустим, на ВК залью, и на ВК хочу, как бы... Я верю, что как раз-таки до конца года мы реализуем функционал. Папера, сфер от образования. Еще что, кто такая вот из больших, крупных, как бы... Реклама. Реклама, да. Вообще, тут как бы надо просто понять, что по факту интерактивное видео это обычное видео, просто сверху с гиммификацией. Возникает логичный вопрос, как бы... Зачем мы... Смотрим обычное видео. Да, типа, зачем? Затем, что интерактив, он дает тебе вовлечение. То есть, эта штука, которая тебя не отпускает, она дает тебе разные прикольные, как бы, штуки, которые тебя вовлекают в сюжет дальше, дальше, дальше и дальше. То есть, мы тебя держим до конца. Ты досмотрел до конца и такой, блин, прикольно, а что было вот в той ветке на пятой минуте? Хочу переиграть. А что, если я вот добавлю не эту штуку, а вот эту? Что, если я, например, этого полицейского, типа, буду вести себя не агрессивно, а позитивно? И наоборот. То есть, у тебя фан, тебе интересно. Ты возвращаешься назад, переигрываешь, и у тебя гораздо больше касаний с одним и тем же контентом. То есть, у тебя усваиваемость, если мы говорим про образование, у тебя вовлеченность, как бы, и ты как... Ты просто даже время сессии, там, time spent твоего видео гораздо больше. Если ты рекламируешь товар, то твой пользователь его увидит не один раз, а, там, 27 раз и запомнит его. Ну, здесь, наверное, нужно сказать, что вся суть в том, что мы очень активно экспериментируем, там, в разных сферах, где это применимо. Да, основное для нас там сейчас приносит, основной наш интерес – это в индустрии образования, фильмы, маркетинг, вот в этом направлении. Но так как UGC направление сейчас прям крайне актуально и претерпевает определенные изменения, UGC мы тоже взяли в орбиту, и там тоже сейчас проводим прям масштабные эксперименты. Мы выпустили мобильное приложение, можно сказать, TikTok, где у тебя есть возможность интерактивно создавать контент. Прямо как с телефона, вот вы назвали, прям с телефона можно скачать мобильное приложение, создать и запилить. И залить на другую платформу. Да, у нас есть определенные гипотезы, которые, ну, я надеюсь, они подтвердятся. Ну, нам, например, кажется, что, не кажется, мы даже лучше исследования определенные провели, они подтвердились, главное сейчас, чтобы на практике они подтвердились, что платные ветки. Вот, например, у блогеров тема монетизации, она, ну, крайне актуальна. Нет, давно не было новых методов монетизации контента, тем более блогерского контента. А вот даже вопрос для зрителей, могут ли быть платные ветки дополнительным источником, прям таким масштабным источником монетизации? Хороший пример, как InUp. Вот есть приложение мобильное, опять же, берем игры, поскольку мы, чуваки, из GameDev немножко, мы берем лучшие из этих сфер иной игры и миксуем. Вот есть InUp. Приложение условно бесплатное, реализуется по модели Freemium, но в нем есть встроенные покупки. В какой-то момент времени играть тебе тяжело, и ты не можешь пройти этого босса никак. И тут возникает этот баннер, типа, за доллар, ну, чувак, ну, купи меч, классный меч, убей этого босса, наконец. Ты покупаешь за доллар этот меч, рубишь этого босса, и такой счастливый играешь там неделю, пока тебе не придет новый босс, и тебе не предложат купить винтовку. То есть, как бы, я вот на этих вот InUp-чиках немножко удерживаю. У нас может быть такой же InUp-чик внутри, ну, внутри не игры, а внутри видео. Может он быть ситуативным под каждый конкретный, какой-то описанный, не знаю, сценарий. Спустя какое-то время вас заприметил Сбербанк. Да. Да. Скажите, как работать со Сбером вообще? Когда он стал соинвестором. Я просто в 2007-м там отработал один день. Он на карте. Моё резюме там всплыло. Они такие, блин, какой классный чувак у нас работал в 2008-м. Давай-ка мы его вернем. А еще увидели, что он проект классный, атишный делает такие. Звоните ему срочно. Ну вот. Как вы с ним познакомились? Сбербанк, знаете, это же тоже вот результат вот тех презентаций, которые ты когда-либо до получения инвестиций делал. Еще даже в 19-м году, когда проходил Российский инвестиционный форум, там мы презентовались впервые перед Грефом, где он еще тогда нас познакомил с компанией ОКО, и тогда уже какой-то диалог завязался. Но тогда это ни к чему не привело, но потом было второе касание уже лично у Саши, где ему удалось там зажечь Герману Грефа как раз темой интерактивы именно индустрии образования. И вот какие-то подобные касания там помогли нам дойти до Сбербанка. Ну, в любом случае, очень важно, то есть добраться до первых лиц. Да. Лица, принимающие решения, потому что, особенно когда большая корпорация, много этажей, там можно где-то болтаться, кому-то что-то доказывать, при этом никакого эффекта нет. И у нас все-таки сухого остатка. Ну, очень крутые были уже тогда наборы инвесторов. Это там Дима Еремеев, это Сергей Солонин, плюс Сбекпамбетов мы активно, там как бы он адвайзер в наш проект. И вот таких имен, которые там некоторые даже перечислить не могу, их было вокруг нашего проекта очень много. И каждый человек говорит, там рекомендует тебя, подсказывает, и условно, если у них запрашивают мнение о вас, и они дают хороший фидбэк, нам это все позволяет делать нужные шаги. Ну, вначале я стал поздравлять это сделка с ВКонтакте. Да. Расскажите тоже эту историю. ВКонтакте выкупил ту часть, которую владел Сбербанком. Сбербанком, да. А вообще ВК сейчас определенная стратегия именно там видеосервис развивать. И у нас, так как видеосервис, он работает в направлении новых технологий, новых возможностей для пользователей, мы видим, что обладая аудиторией, обладая той заинтересованной аудиторией, которая там у них есть, мы можем свой потенциал полноценно раскрыть как раз таки вот совместно с ними. И это была наша инициатива. Нам удалось зажечь тоже вот этой идеей ВКонтакте. И вот мы уже на этапе согласования как раз таки вот этой стратегии, как все-таки мы будем вводить наши продукты в экосистему ВКонтакте. А Сбер просто сделал экзит, да? Да. Окупил свои инвестиции с каким-то... Да. К сожалению, там подробно говорить про условия сделки не сможем, но да, Сбер как бы вышел с экзитом, ничего не потеряли. Сколько сегодня компания стоит? По какой оценке? Это тоже больной вопрос, потому что был прошлый год, когда мы получили инвестиции, мы столько всего сделали, и оценка компании у нас исчислялась точно там миллиардами, несколькими, а сегодня эта оценка, она однозначно ниже, потому что рынок сильно поменялся, но даже сегодня, например, мы испытываем определенные проблемы с монетизацией наших решений, потому что зарубежный рынок и методы монетизации, они закрыты, и это на нас сильно сказалось. Оценку, ну, тоже не назову, к сожалению, тоже мы подписаны определенной НДА в условиях СВК, мы не можем озвучивать. На протяжении 5 лет размывалось ваше участие, ваша доля, вы являетесь не только фаундерами, но вы еще и остаетесь акционерами, да, в определенной степени? Большей части, это сколько, 70% принадлежит ВКонтакте, да? 87. 87%. Уже сейчас мажоритарный акционер, да? И? Остальное у нас. Легкая арифметика. Акиви и Дима Еремеев. Они вышли тоже, а сейчас на предыдущих этих этапах? Нет, Дима сейчас только вышел, только в моменте СВК, а Сергей Солонин вышел уже на этапе с... Все довольны? Все довольны. А вы сами довольны? Да. Да? Да. Ну, опять-таки, все-таки оценка, которая была бы, наверное, год назад, и которая сейчас могла бы быть, потому что мы за этот год очень большой шаг в развитии сделали. Мы расширили команду, у нас пошла выручка, у нас технологии развелись до такого уровня, что там, ну, например, представьте, каково это работать в Сбере, какой у тебя там уровень кибербезопасности будет, ну, какой он должен быть. И это все оценка. Какой уровень кода у тебя должен быть, какой уровень организованности у тебя должен быть. И вот этот этап Сберовский, который мы прошли, он очень сильно нам помог как бы в оценке вырасти, и мы сегодня, как команда, до там определенных событий, наверное, надеялись на другую оценку, но даже с тем, что сейчас, это для нас, мне кажется, большой успех. Ну, Александр, судя по твоему запалу, как ты пару раз сказал, что я не хочу быть программистом, тебя от креатива еще прет. Да. Вот если ты раньше этот контент создавал своими руками и давал заказчикам, и ты творчески там максимально сейчас то же самое реализовывался, то ты, на чем сейчас ты, как вы распределяете роли, вот Хванис и Александр, да? А, ну, я нанимаю, он увольняет, я добрый коп, он злой коп, я пряников, они скнут. На мне команда, на мне команда, на мне... Сколько человек, сколько компаний, какой бы... 56. 56 человек, да. у нас есть в команде своя видеостудия, которая производит контент под наши нужные. Под нужный заказчик в том числе, Да, под нужный заказчик в том числе, а плюс остальные – это разработка. Ну, к тому мы активно пользуемся там сторонними видеостудиями, там, поэкспериментировать, по взаимодействию со сторонними тоже для нас. Источник креатива, как ты его черпаешь? Особенно, когда, вот эти квитанции, там, еще, это же, мне интересно, сама механик или технология. Я бы сказал, что, где этот креатив, это, наверное, все-таки насмотренность. И наигранность. На смотренность, наигранность, как бы, это все про одно. Ну, какое у тебя, вот какое у тебя цифровое потребление? Вот насмотренность, ты где ее черпаешь? Читаешь, смотришь, смотришь в лучшие тайтлы, играешь в лучшие тайтлы, как бы, смотришь за развитием рынка, что, куда идет, какие технологии, как бы. У нас есть одна, сейчас, игрушка, как бы, направление с геймдевом мы не закрыли, то есть, это One Love, где-то, который вот под сердцем, где прям, новый геймплей, то есть, мы такие взяли и придумали новый геймплей. Положили туда нейронки и положили туда систему крафта и вот, такого не было до дня релиза этой игры. Потом будет, пока нет. Когда это релиз состоится? Я думаю, в следующем году релизнем. Это второй наш проект, вторая компания. Какие-то, может, подробности? Да. Интересно. Это геймдев, то есть, как я говорил, любовь к геймдеву не прошла. Это РПГшка, где ты с помощью, опять же, как мы поняли, мы любим немножко пересекать вот это вот реальное и виртуальное. все объекты реального мира, которые тебя окружают, будут для тебя являться игровыми ресурсами. Вот. Вот такая вот пасхалочка. Интрига интригой. Да. Ничего не понял, но... Ничего не понятно, но очень интересно. Ничего не крутое должно быть. я объясню. Вот есть тормоз, игра, где у тебя нет ресурсов, а нужны тебе ресурсы. Короче, тебе нужен меч для того, чтобы дать по башке какому-то другому человеку. Тебе нужен меч. Как тебе его получить? Меч строится из металла. Где взять металл? И вот как бы ты в жизни ищешь металл. Да, ты берешь металл через камеру смартфона, перемещаешь его к себе, получаешь металл, типа и... Хорошо, а вот эту тему вот существующего бизнеса, да, где есть какие-то выстроенные же процессы, и условно будем говорить такое, типа а-ля R&D, а-ля стартап, где все непонятно, стремление. Эти команды у вас разделены? Да. Разнесены? Потому что тут же одна философия мышления, да, по большому счету. Здесь как бы другая... Это в одном юрлице происходит? Нет, естественно. Здесь вы как бы... А команды тоже распределенные, то есть это... Абсолютно. Абсолютно разные команды, они даже не знакомы. Я так понимаю, вы на новом проекте, а Саша сконцентрировал именно на этих вопросах, да, с точки зрения нового геймплея, сеттинга, нового проекта? Сашу, наверное, просто можно характеризовать там одним словом. Это философия там вообще всей вот этой движухи. Вся философия — это Саша. А все остальное с точки зрения производства — это вот я. Вы такой хороший тандем. Да. Получился. Не могу не спать про такой вопрос. Web 3.0, Play to Earn. Что вы вообще на эту тему думаете с точки зрения новой как бы экономики, построенной на крипте, особенно в области гейминга? Это интересная история, потому что... И смотрите ли вы в эту сторону? Да. Это интересная история, потому что здорово, когда ты будешь играть и получать за это какие-то деньги. Я это ощутил еще в своем далеком 2009-м. Тогда еще не было Play to Earn, но я вот поиграл в доту. Играл 10 тысяч часов как профессиональный человек прям. И в какой-то момент времени на это дело ты забиваешь и ты понимаешь, что у тебя остается куча игрового лута. Там всякие виртуальные шапки, виртуальные мечи, вот эти вот всякие штуки, которые не дают тебе никакого имбаланса в игре. Это чисто визуальные ништяки, которые ты можешь обвесить себе персонажа и ходить и говорить всем, вот я один такой. Ты берешь и его продаешь на торговой площадке, и люди его покупают. То есть вот я был, я продавал цифровые шмотки еще в далеком 2009-м, до того, когда это стало мейнстримом в Стиме. Вот. На удивление, тогда я продал что-то тысяч на 30, по-моему. Очень невыгодный обмен 10 тысяч часов жизни на 30 тысяч рублей на будущее. Но сам факт, да? Не играйте так много. Но сам факт, да, прецедент. Сейчас этого точно будет больше. Это интересно, когда ты играешь и так или иначе майнишь какую-нибудь себе монетку, которую потом можешь где-то обменять. Сейчас криптозима. Сейчас, мне кажется, хорошее время для того, чтобы как раз-таки это делать. Сейчас время такое, что выбьет весь скам, который есть, ну или практически весь, если он... Если те, кто еще не закрылись с камерой, скажем так, скоро они закроются. Вот. И это самое благое время. Аудитория будет более разборчивая, более будет внимательно смотреть проектом. Да. Сейчас самое время это делать. Ты правильно говоришь, если это пена, шелуха уйдет, но ты в эту индустрию веришь, да, что... Вот я почему-то спрашиваю. Вот берем большие корпорации, которые 3PP-игры производят, они как будто в ту сторону и не смотрят. Там, понятно, Epic Games и так далее, и так далее. Steam сказал, что никаких, значит, криптовых игр на моей площадке не должны быть. Ну, смотри, это гиганты. Это гиганты, которые... Им это не нужно. Которых куча регламентов, как бы, еще в 2020-м просто вот на продаже вот этих вот виртуальных шапок Гейб Ньюэлл зарабатывал миллионов 20 долларов в месяц просто вот на одной игре, на одном тайтле. А у него этих тайтлов там в Steam'е мама не горюй. С другой стороны, это же все пока находится где-то в такой... Оно и не в черной зоне, оно и не в белой, оно где-то вот в таком полумраке блуждает и почти нигде в мире еще нормально не регулируется. Но как только, мне кажется, все скажут, супер, масс-адопшн, здорово, биток, отлично, я могу за биток купить себе кофе на улице, да, и транзакция прилетит супербыстро, и мне не нужно там будет ждать, пока это кофе не остынет. Вот пока вот такого адопшена крипты не будет, мне кажется, такие гиганты в эту историю не пойдут. И мне кажется, знаете, все-таки большое заблуждение думать, что они туда не смотрят. Еще как они смотрят, просто они про это говорить открыто, ну, явно не могут. Ну, вот зная чисто по нашему опыту, так как мы там общаемся с крупными компаниями, мы знаем, что все они что-то там в этом направлении делают, экспериментируют, они к нам обращаются, что-то спрашивают, то есть мы знаем, что там делается. Просто это не пиарится, так как пиарятся остальные другие проекты. А у самих желаний не было запятить такой проект? Было, мы и делаем. Это другое уже, третье направление. Это в игрушке, мы планируем туда подключить всю эту историю. За этот промежуток времени, там, пока мы создаем проекты, мы научились, как бы, создавать проекты, привлекать инвестиции, и сейчас выбрали для себя вот то, что определились, да, криптозима, мы можем сейчас все эксперименты, все теории наши, там, закрепить каким-то минимальным MVP, и потом уже, как бы, выходить на что-то большое. И вот с этой логикой мы разрабатываем цифровых аватаров. С одной стороны, опять же, стриминг растет очень здорово. Все миллениалы, все это вот поколение, новая молодежь, там, все смотрят эти лайвстримы. Причем стримы, я имею в виду не только вот про киберспорт и сериальчики. Стримы, это вот прям лайвстримы, где там люди сидят, что-то обсуждают, что-то делают. Очень популярная штука, и по прогнозам обученных людей он достигнет что-то года двадцать восьмому, двести, двадцать миллиардов. С другой стороны, у нас Unreal, метавселенная, вот эти вот движки, которые там супер здорово развиваются, ты можешь создавать себе... То есть твой цифровой аватар это уже не завтра. Это уже не какие-то там влажные фантазии каких-нибудь футурологов. Твой цифровой аватар это уже сегодня. Ты его уже можешь сделать. Пока очень сложно и с обвязкой из непонятного софта, но уже можно с ним как-то что-то постримить. Вот. И казалось бы, вот это если все объединить, максимально упростить, выкрутить на максималке просто доступность, то получится очень и очень интересная история с тем, что ты можешь создать себе свой виртуальный образ, кастомизировать его как хочешь. Он никогда не стареет. Независимо от того, спал ты или нет, он всегда бодрый и свеж. У него он всегда блестит. Он никогда не устает. Он дает тебе полную приватность. То есть не обязательно делать абсолютно полную точную цифровую копию себя. Там может быть какой-нибудь зеленый орг. А с Яном Шевченко вы не общаетесь на эту тему? Он что-то подобное делает. Да. Тому тоже. Ну то есть... Ну как бы мы и дружим, мы общаемся. Он тоже туда двигается. Да, мы знаем его концепцию. Вы делаете продукт, который позволит человеку эту цифровую, цифровую аватар достаточно быстро сделать. Для этого что нужно? Не нужны будут какие-то татчики? Обвешивайся. Обвес камеру поставить, и мой стрим будет... Вот здесь вот как бы мы как раз таки, если говорить про Яна, у нас все по-другому. Ну, потому что пока что все, что касается макапа, то есть это вот motion capture, да, это как бы мы технология с распознаванием твоих движений. Потом, что у нас есть как бы просто распознавать твое тело, это одно. Нужно еще подключить твои эмоции, типа, мимика, глаза, губы, зубы, там, господи, все твое лицо. Ну и плюс это пальцы, то есть у тебя должна быть перчаточка, которая там трекает мелкую моторику. И вот взять это все и собрать вот этот, вот назовем этот определенный кит, типа, да, это дорого. Если ты хочешь делать это по-серьезному, то ты попадаешь на продукты типа XSense, которые стоят 20 тысяч долларов. Только костюм. И еще лицензию, и еще 20 тысяч долларов. Самое для профессиональных видеостудий, да? Это даже для тех, кто вот Голливуд, вот зеленый экран, Тор, взрывы, ты весь такой классный, и вот это скорее туда. Оптические системы не инерциально, если мы говорим, типа, окей, мы хотим это делать без костюма, ну, здорово, давай инвестируй себе 40 миллионов рублей в комнату, обвесь себе это все камерами, там, не знаю, 50-100 камер со всех ракурсов тебя, чтобы не было черных этих вот слепых зон. Это дорого. То есть делать себе вот эту вот обвязку из железа, оно кажется очень дорого, и в масс-адопшен это точно не быстро улетит. Мы же хотим сделать это максимально доступным просто за 5 минут с телефона достаточно просто одной камеры, вот так вот себя снимаешь, и все. Ты снимаешь себя вот так, а там ты уже цифровой аватар. Без костюма, без всего. То есть выкинуть за скобки вообще все не нужно. Здесь нужно, знаете, вот что понять. Стартап это что? Это как раз таки поиск каких-то путей, которые там позволят тебе там реализовать твою мечту. И здесь у нас как раз таки есть определенные гипотезы, которые там сейчас требуют исследования. И назвать это там пока полноценным проектом, где ну там десятки людей сидят и этим занимаются, ну наверное неправильным будет. Мы на сегодняшний день очень много как бы гипотез тестируем. Теперь, Андрей, имея такой достаточно классный опыт, такой во всех смыслах, идеи украли, Adidas, ну в общем, можно целую книгу выпускать, и уже сюжет книги и понятия. Приход ли вам ребята, молодые, которые просят вас уже быть инвесторами, ангельские инвестиции, наставниками, заниматься адвайзингом, потому что очевидно, что вы лучше и больше многих других понимаете, потому что у вас вся этапность и стартапы, поднять деньги и экзиты и общение с инвесторами. Приходят больше инвесторы с вопросом о помоги оценить, что он из себя строит. Вот, наверное, такое больше. У меня есть один проект на менторстве. Я когда выступал в школе 21, нашлись смелые ребята, которые подошли после, сказали, было круто, мы вот тут кое-что делаем, кое-что пилим, можешь просто помочь экспертизой, потому что ты уже там, ты как минимум чуть больше опыта, вот. Да, есть проект интересный, почему нет? И потом все-таки вот с местным бизнес-инкубатором мы активно общаемся, приходит очень много с вопросами именно конкретными. Допустим, как подтвердить оценку, как оценивать, как термшиты делать, что такое оценка, например. У нас в 2020 году оценивал компании с BigFlo, KPMG нас проводил аудит. Что такое аудит от KPMG? Это просто ты два месяца не спишь, и ты приводишь всю документацию, все, вот в такой порядок, когда ты сам еще не можешь осознать, как такое возможно, и так далее. И вот этот опыт, мы же, наоборот, активно им делимся, тот же бизнес-инкубатор, наверное, явный пример, постоянно к нам ребят спускаются, мы что-то подскажем, они уходят, делают. Даже бизнес-модель, которую там мы разработали, именно формат бизнес-модели, он, мне кажется, вообще уникальный. Ребята из KPMG, когда посмотрели на формат бизнес-модели, на формат бизнес-плана, как его можно сделать, они сказали, ребят, это next level, это вот, вот как оказывается можно делать. Аня, спасибо, что я начал про бизнес-инкубатор, новый IT-парк появился, что надо сделать дополнительно, чтобы команды, проекты, увлеченные люди, такие как вы, в Татарстане становилось больше, чтобы количество компаний, которые действительно делают продуктовую историю, не аутсорсинговую, Татарстан очень силен в аутсорсинге, у нас много компаний, та же самая компания Барс Групп, ты говоришь, которая делает решение для государственного сектора, а вот продуктовых историй, их не так много. Ну, мне кажется, здесь вообще комплексная работа, вот это, какой-то таблетки нет, это комьюнити, вот комьюнити как такового, к сожалению, ну, нет, даже в IT-парке оно очень слабое, нет такого, что вот очень сильно IT-комьюнити, прям такое, что куда сложно попасть, где, про которые там все говорят. Надо должно быть просто попасть. Да, просто попасть. И здесь еще такой момент же, что очень многие ребята делают, вот что-то очень многие делают, но вот со стороны общества даже на тех, кто какую-то фигню делают, у нас какое мнение там у общества? У меня, вот, например, вообще кардинально поменялось. Любой человек, который что-то делает, ну, ты, чувак, крутой, делай и так далее. А у нас какое отношение в основном в общество? Ну, ты дурак, лучше иди там поработай и так далее. А сколько ребят не дошли, как мы, допустим, сколько ребят там недополучили элементарно из-за того, что там не хватало какой-то поддержки? А очень многие сталкиваются с тем, что обходят, ну, не тех, обходят, ходят там вокруг своих друзей и так далее. И вот этого модного движения, что свой стартап делать это сверхкруто и ты, чувак, крутой, ты принесешь пользу в экономику республики, нет. Нетворкинга не хватает. Смартмания, это не только про мани, смартмания, это вот в основном, на мой взгляд, нам здорово очень помог нетворкинг. Это вот, наверное, одно из самого ценного, даже, наверное, ценнее, чем деньги, вот в тот период, начиная с 15 по 20 год. Это очень здорово, когда ты можешь миновать какие-то итерации, опять же, вот по этой лесенке, доходя на нужных людей, когда тебе просто пишешь, Диме, и говоришь, Дим, вот, ну, очень нужен человек, а тебе он такой просто, ну, напиши, скажи от меня. И все, как бы, и тебя там, как минимум, выслушают, и как максимум, вы о чем-то договоритесь. Вот. А комминьки, форкинга здесь. Ну, и, наверное, немного улучшения инвест-климата, потому что есть реально классные ребята, они делают реально классные проекты, но нарейзить деньги они не могут. Ну, Фанис, ты вот как раз и говорил, что ты попал в бизнес-инкубатор, который находится в IT-парке. Какое он дал тебе преимущество, что, или, что было бы с этого бизнес-инкубатор, допустим, было ли от него какой-то реальный, реальная польза? Был. Я думаю, Саша тоже подвердит, потому что я Сашу из Ишкарла сюда вытащил, во-первых, и мы стали жить в бизнес-инкубаторе. Сейчас, сейчас просто, ну, я иногда поднимаюсь в бизнес-инкубаторе, он пустой, там, понятие, что он там по вечерам, там, кто-то сидит, ну, вообще, там, мандарин может сидеть, вот, ребята из мандарина, они сидят там и по ночам, и всегда. А вот в наше время мы получили место, где мы, по факту, могли круглосуточно работать и тестировать наши, там, все гипотезы. Мы колл-центр организовали, никто про это не знал, мы быстро колл-центр организовали и оттуда просто шпарили на всю Казань. Мы получили, как бы, опыт презентации, там, вот сейчас я на это смотрю, презентации фигня, они вот ни к чему не приводят, ну, тут серьезно, там, смысл, ты со своим проектом, там, пичешься перед каким-то индусом, который приехал, ну, вообще, из какой-то непонятной сферы. И вот опыт подобных презентаций, он тебя позволил, как бы, уже передвинуть на следующий этап. Прежде чем перейти близ вопроса, у меня будут коротенькие вопросы, которые, как правило, я каждому гостю задаю. Какой вопрос я не задал, но хотели, чтобы я задал? Вот это сильный вопрос. Я бы, наверное, даже сказал про вопрос, типа, главная черта предпринимателя, наверное. Саша, главная черта предпринимателя. Я на самом деле считаю, что, вот, есть такое выражение. Главная черта, Александра, какая твоя главная черта? В чем твоя суперсила? Я, наверное, ошибок не боюсь. Вот, это позволило мне двигаться вперед, и вот, я лучше, наверное, подтверждение того, что, вот, стреляет, типа, один из десяти стартапов. Вот, мувика, это юбилейный, это десятый. Вот, как так совпало, не знаю, но, девять попыток у меня были провальными. То есть, я могу про свои неудачи рассказать в девять раз больше, чем про свои успехи. Я не скажу, что дурак учится на своих ошибках, а умный на чужих. Я смотрел много умных людей и все равно ошибался. Как бы, их опыт перенять до конца не получится. Я более чем уверен, что вот опыт, который у нас, он неприменим с другими людьми. Ну, вот, просто невозможно это принять. Поэтому, это просто нужно не бояться ошибиться, это раз. А если ты ошибся, как бы, ты такой, ну, надо быть как ученым. Или он смотрит астрофизик в телескоп, ищет какую-то неизвестную планету. Нет и нет, да, день прошел, два, и он не унывает. Да, ты на один шаг ближе. То есть, просто понимаешь, что даже, получается, здесь с этой точки зрения, как-то говорится, повезло, я скажу, возможно, но теория вероятности на нашей стороне. Просто пробуешь, 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 и в бесконечной вселенной, учитывая, что есть бесконечность и вероятность, ну, вероятность наступления в бесконечность. Я бы добавил еще, наверное, про любовь к тому, что ты делаешь. Вообще, я иногда встречаю проекты, которые делают проект, чтобы привлечь инвестиции. Абсолютно не горят тем, что делают. Им это, ну, как бы философски, вот как упомянул уже, это неинтересно, они не верят в это настолько. И это любовь вообще в продукт, любовь в команду, любовь в себя, вера в себя, мотивация, ну, позволяют тебе вот так, как говорит Саша, держаться, на плаву. Это очень важно. Какой тебе вопрос? Хотел, чтобы я задал, но не задал? Ты вообще не спросил про команду? Давай спрошу про команду. Мне кажется, вот, это наша самая сильная сторона и наше умение собирать правильных людей и уметь их раскрывать. Мы большую работу проводим, именно даже как бы правильно вырезаться. большую ставку делаем на то, что вот именно человек, придя к нам, он должен именно расти. Если он не растет, это не наш человек. Мы очень дотошно относимся к тем людям, которые как бы потенциалии могут вырасти. Вот как мы условно растем, они тоже должны расти. Каждый человек, который к нам приходит, он впитывает через какое-то время вот эту философию, что у него должна быть сверх высокая мотивация расти и на команде это транслируется. Вот нам удалось собрать команду, которая реально тоже не боится ошибок. Нам удалось собрать команду, которая не боится экспериментировать. Они прям горят продуктом точно так же, как и мы и придерживаются той философии, в которой мы живем. Есть какие-то три лайфхака корпоративной культуры? Какие-то правила? Как раз таки правило в том, что нет правил. То есть абсолютно любой разработчик, он традиции может быть какие-то, которые исторически в команде формируются и дают возможность делать какой-то клей незаметный, объединяющий всех людей. Не знаю, мне кажется, у нас самая веселая команда с точки зрения какой-то корпоративной культуры. Как это проявляется? Ну, банальный пример. У меня брат, у меня тоже мы совместно работаем. На свой день рождения говорят, ребят, я для вас супер подарок приготовил. А мужики, 30 мужиков сидят в офисе. Нам надо закрыться там вот в маленьком офисе. Закрывают всех нас в маленьком офисе. Сейчас, ребят, подождите. И к нам заходит стриптизер, мужик. И мы пять минут 30 мужиков, там, абсолютно как бы нормальных мужиков смотрим мужской стриптиз. Что происходит? Что вообще происходит? Непонятно, кому больше неловко в этот момент. Тебе, ему или тому, кто танцует? И вот этот вот... Он тоже не понимает, что происходит, да? Чувак. И вот каких-то подобных, ну и нестандартных, абсолютно нестандартных моментов у нас вообще много. А потом проходит полгода, кто-то еще его пригласил и задаешь вопрос, ну это было, а зачем? И команда... вот я об этом уже попытался говорить, вот этот элемент вот этого творчества, начала творчества, когда человек в хорошем смысле вот не в том, как зашорен, креативный, да, а вот это понимание, это в людях как бы с детства это воспитывается, это прививается, чтобы быть свободным, быть свободным в полете мысли. Ведь не каждый поугарает вот так, да, что называется, это и чувство юмора, и чувство нестандартного подхода, и просто взгляд нестандартной ситуации. Ну мне кажется, что это все-таки есть в каждом из нас, просто в определенных обстоятельствах оно может раскрыться, и у нас как раз атмосфера такая, что каждый раскрывается. Там любой человек, когда изначально приходит, он такой лапушка, просто проходит полгода, он тебе там такие вещи показывает и рассказывает, что ух. Я уверен, что креативную составляющую это не то, с чем ты рождаешься, и она может в сосуде исчерпаться. Это то, что можно и нужно развивать. То есть, это те скиллы, которые ты можешь поднять. Ребят, и Блиц-опрос, быстрый вопрос, быстрый ответ. Ну, каждый из вас, наверное, задам. Айфон, андроид. Айфон. В кинотеатре, в котором пользуетесь, Иви, Ока, Аминотека, Кинопоиск, Квин, МорТВ, Эппл ТВ. Netflix. Был? Сейчас Аминотека. Сейчас Кинопоиск. А, кстати, Кинопоиск тоже есть. Ну, был Ока, да. Они вообще, на самом деле, странные. Почему-то некоторые фильмы есть в одном, нет в другом. Приходится такой, окей, ты в итоге подписался на все. Справа обладать приходится. Такая, кстати, стрёмная история, да? В итоге подписался на все и сидишь, смотришь везде. Да, и забываешь отписаться откуда-то. Музыка, Яндекс-музыка, Ютуб-музыка, ВК-музыка, Спотифай. Ну, вчера подписался на ВК-музыку. После сделки. Да. Я пока до сих пор гоняю iTunes, потому что у меня слишком специфические вкусы в музыке и там еще нет такого. Про это можно отдельный подкаст записать. А что такое специфические? Какие? Твой плейлист опубликуем в комментариях, интересно будет посмотреть. Если это не секрет. В общем, это очень тяжелая музыка. Тяжелая музыка, да. Мой отец вырос на Металлике, когда я вырос, я сказал, Баб-баб, это попса. Металлика попса? Металлика это попса. Супер. Соцсети, Одноклассники или ВКонтакте? Запрещенную не называю. Ну, сейчас мы возвращаемся ВКонтакте. Вот я вообще уже не активный, наверное, пользователь соцсетей. Саша тем более. Саша ждет маску, пока у него появится виртуальный аватар, чтобы вести социальные сети. Но я до сих пор не знаю, где у меня рабочая сторона в 31 год. Поэтому я буду стримить через своего аватара. И соцсеть все-таки мы свою создаем. И мы активные пользователи именно своей соцсетки. Ну, UGC ветка, UGC направление. Я, например, там больше времени провожу, чем в остальных соцсетках. Потому что мне важно вот это прочувствовать, проводить через себя, нежели там в каком-то... Супер. Мессенджер, Телеграм или Ватсап? Телеграм. В Ватсапе только мама и бабушка. Так, доставка продуктов самокат или Яндекс-Лавка? Мандарин. Заплатили. Не готовь еды. У меня жена заказывает в Озоне. Озон доставляет сейчас. Озон доставляет продукты? Да. Сейчас они куда круче доставляют, чем все остальные. Самокат. Прикольно. Ну, самокат это... Очень быстро. Самокат, когда молоко тебе нужно, вот самокат. А если условно... Доставка еды Яндекс-Еда, Delivery Club или мандарин. Мандарин. Мандарин обязательно. Чуваки, смотрите наш выпуск на нашем канале. Это любовь. Ребята, которые делают Dark Kitchen. Вольберто потрясающие соусы. Да. А пицца римские? А пицца вообще огонь. А роллы просто... Онлайн-маркеты. Озон, Валбрис, Казань-Экспресс. Озон. Озон. Госуслуги пользуетесь госуслугами? Госуслуги РФ, да. На мой взгляд, очень удобно. Что может быть на госуслугах с точки зрения вашей платформы такого интерактивного? Давайте подумаем вместе. Ну, презентация госуслуг в разных жизненных ситуациях. У нас даже, мне кажется, где-то валяется разработан концепт на эту тему. На госуслугах можно создавать какие-то проблемы и показывать пользователям, как эти проблемы можно было бы решить. В чем плюс интерактива? В том, что ты можешь не просто посмотреть заранее отснятый кейс линейно. Прикол интерактива в том, что ты становишься непосредственным участником с моделированной ситуацией. Мы генерим тебе какую-то проблему в видео, и ты принимаешь решение этой проблемы и смотришь на ее последствия. Ты принимаешь груз ответственности на себя, и потом можешь переграть и посмотреть, а что было бы, если бы ты поступил по-другому. Генерируем прикольные какие-нибудь штуки, классные какие-нибудь жизненные ситуации, типа, а что, если я, не знаю, получил штраф? Какие у меня есть пути решения? А можно не платить, а можно заплатить? это такое, приватизация до участка. Там, если участок у тебя до 91-го, там одна ситуация, участок после 91-го, вторая ситуация. У тебя там капитальный объект есть, не договорили. Расскажи про проект, который совместно мы сейчас делаем по безопасности дорожного движения для детей. Я школьник. Да, мы создаем, получается, проект, где моделируем точно так же разные ситуации и делаем этот проект интересным не для нас, а для школьников, для этой солевой аудитории на их волне, с их приколами, с их атмосферой. И мы уверены, не нам кажется, мы уверены в том, что как раз-таки таким образом они смогут запомнить какие-то сложные дорожные правила, которые они не запомнили в этом покорке. Подкорке-то осталось. Да. Тем более сейчас они, правила дорожного движения, с учетом того, что появляются, опять же, всякие самокаты и прочее, участников дорожного движения становится больше, они становятся более мобильны и непредсказуемы. И они совсем другими стали. Сейчас дорожное движение, это не то, что когда мы экзамены сдавали. Ребята, следите за нашими анонсами, будет скоро конкурс на платформе Я Школьник, где в интерактивном форуме можно будет поучаствовать в игре, позволять прокачать свои навыки в области безопасности дорожного движения. Я уверен, что после этого проекта я начал говорить про госуслуги. Однозначно нужно в эту тему двигаться, потому что вариабельность этих госуслуг она там просто фантастическая и человеку очень важно, посмотрев легкий, понятный контент, по каким сценариям пройтись, понимать, мне нужно паспорт БТИ, мне нужно прийти в МФЦ, здесь госуслуги, а там прочие бумаги дополнительные, которые, может быть, тебе не нужны, тебе даже заказывать не надо. Да, вот я здесь тоже добавлю, интерактивное видео надо воспринимать как видео, которое полностью подстраивается под тебя, под твои интересы, то, что тебе сейчас интересно. И на конце будет видно, сделай вот это, сделай вот это, сделай вот это, сделай вот это, и тебе будет счастье. Да. Поисковые сервисы, Google поиск или Яндекс? Google. Я, наверное, вот редкий человек, который ответит, что Яндекс? Я почему-то пользуюсь Яндексом. Видео сервисы Рутуб, Ютуб, ВК-видео? Ютуб. Ютуб. На Ютубе что смотрите? На кого подписаны? Какой контент потребляете? Ой, кто хочет креативности, кому нравится геймдев, обязательно смотрите Epic NPC Man, это потрясающие ребята. Ссылочку оставим здесь. Epic NPC Man, это, у них видео длятся по 2-3 минуты, 4 минуты, очень ситуативные, очень легкие и очень понятные тем, кто любит геймдев. Ну и там что-нибудь типа BadComedian, наверное, и такой научпоп, типа Veritasium, тоже очень вообще прям лайк, репост, подписка. Классно, я тоже подписан. Я смотрю, прям смотрю Русские норм, и сейчас последнее время, Русские норм, да, и сейчас в последнее время я подсел на музыку, я слушаю там хижины музыканта, вот Раэль Расланов, наш местный, другие подобные каналы, где я просто могу рассматривать. Именно на Ютубе? Да, именно на Ютубе. Я вообще, например, фанатею, я не знаю, последний год прошел там, у меня полностью там Ютуб забит Раэлем Расланов. Я, ну, человек, который приходит вечером, иногда включает на 15 минут Раэль Расланов. Супер. Ну, ребят, у нас по традиции гости приходят с заданием либо с вопросом для того, чтобы наша аудитория могла поупражняться, чтобы мозговые извилины, значит, пошевелились. Ну, и за самый лучший комментарий или за самый лучший ответ, или за самую лучшую идею, я надеюсь, вы найдете возможность отблагодарить или подарить. Мы пришли с идеей. Что-то лежит здесь неспроста. А, уже лежит, да. Да, у нас есть вот такое вот. У нас офис, как подземелье дракона, полон разных артефактов, со съемок, не со съемок, с поездок. Вот это вот одна из тех ручек, которая подписывала наши договора с Сбером и ВК. То есть, у нас было много ручек, намного участников, как бы все... А что ты еще сказал, на какую сумму? Нет, подожди, подожди. Они прониклись этой атмосферой на большую сумму. Да, ну, эта ручка точно миллиарды подписала. Да, вот, это прям... Ее можно ставить в рамку и разбивать только по случаю подписания самых важных контрактов. Она точно приносит удачу. Вот, она пропитана духом предпринимательства, авантюризма и много разных позитивных метафор. Вот, но, собственно, задание, наверное, пускай будет задание. Мне жалко оставаться. У нас их две. У меня и у нас еще, да. Потому что, ну, это такой самый, я бы сказал, не подарок, это такой... Если видать, единорожка. Это ручка с единорогом, то есть... Артефакт, который точно, наверное, может быть, одним из ценных самых призов, которые я видел в этой студии. Ну, кроме этого, на самом деле, мы с удовольствием с этим человеком встретимся, поговорим, просмотрим. Если будет нам нужна какая-то там консультация, все такое, то вообще без проблем. Хотя я не люблю это слово. Вообще ужасное слово. Спрашивают консультацию. Да, слово коуча стало ругательным. Как это? Консультации в больницах, помнишь, которые все были? Да. Вот, в общем... А в чем суть задания? Задание, наверное, пусть будет таким. Придумать какой-нибудь классный сетапчик интерактивного сериала, короткого. Можно просто пилотную серию описать персонажей, кто они, что они, зачем. И в чем гимнификация? То есть, вот какая именно игровая составляющая в каких сценах? Можно просто концептом в один абзац. Мы оценим, у нас есть классные, креативные ребята. Максимально вирусные. А если понравится, мы еще это и снимем, и того, кто это прислал, еще и главный ролик куда-нибудь. Обязательно в комментариях пишите, очень классная идея, по вашим мотивам, вашим фантазиям, наверное, получится материал, контент, который будут смотреть миллионы людей по всему миру. Ну и самое главное, познакомиться с умными, креативными чуваками. Вполне возможно, кто-то вольется в вашу команду, поэтому Фанис Александр было очень прикольно, мне понравилось. Вы угарные чуваки. Я думаю, что у вас загашники еще много-много веселых историй. Это оставим на потом. Поэтому желаю вам успехов уже с новым стратегом, чтобы сложилось так, как вы хотите. Ну и все вопросы, которые сейчас, сложности, которые возникли, они как раз и даны для того, чтобы вы еще стали сильнее, мудрее, креативнее, да, и уверен, что такая форма познания мира, когда ты вовлекаешься, она станет, наверное, может быть, очень важной в жизни каждого человека, когда человек выбирает, и право выбора у человека существует, и он как бы влияет на те процессы, которые вовремя происходят. И он всегда есть. Этот выбор всегда есть. Да, и выбор всегда есть. Спасибо. Спасибо вам. Аминь. Да. Было приятно пообщаться. Задание опускаем. На самом деле, мы думали до этого принести просто патрон холостой, потому что у нас была традиция со съемок анкавера с нашего боевичка. Каждый забрал себе патрону охолощенному как некий символ с этого проекта, а проект был очень классным. Настолько классным, что эти патроны потом выстреливали еще после съемок. У нас одна девочка знакомая, которая положила его в куртку, потом сдала его в багаж и улетела с этим патроном в Грузию, а потом одела эту куртку и проходила через рамку в Грузии. И спросили, что это? Да, стоит это до патрона и, собственно, она не прилетела. Она два дня провела в тюрьме грузинской. Ну, пока разбирались, что это действительно охолощенный патрон. Да, я ей потом писал, типа, щадно тебя что-нибудь повесит, кого-нибудь убьют, патроны будут обязательно этим. В общем, мы думали патрон, но, оказывается, этот артефакт гораздо лучше. Субтитры сделал DimaTorzok